В хозяйстве Татьяны Подтынной куры, свиньи, козы. Женщина рассказывает, неделю назад одного из своих питомцев не досчиталась. Когда начали искать, то нашли уже просто вырвано все было и цепь, и пакел, на котором он был привязан. И нашли аж в конце другого огорода остатки только от него. То бишь шкура, кости и недоеденные части. Когда начали выяснять, сказали, что якобы еще где-то до кого-то волк забежал. В Стародубовке нашествие волков не впервые. Год назад хищники уже залазили во дворы. Тогда серых уничтожили охотники, рассказывает Олег Бондаренко. Трактористы их часто видят. А конкретно у нас, по нашей улице, немножко там дальше по речке, послась коза. Нашли ее там в огороде, одна голова и ноги. А так вот у Бабы Нади здесь двух гусей. У кого пониже там загородки, перепрыгивают ночью, под утро. Еще дальше там у одних тоже гуси пропали. На огороде явные следы волчьи. За помощью жители Стародубовки вновь обратились к охотникам. Звероловы рассказывают, подстрелить волка сложно. Настоящий волк как бы на расстояние выстрела даже человека не подпускает. Потому что сильно умное животное. Лесники рассказывают, волков залезать к людям заставляет голод. Есть же местные волки, которые именно молодняк тут родился. Есть же молодняк, который, короче, стая, которая идет. Ему за сутки пройдет 100 километров. Значит, не хватает природной пищи. Где им лучше раздобут корм, туда они идут. В лесничестве нам сообщили, облава на волков начнется на следующей неделе. А пока жители Стародубовки просят быть бдительными. Игорь Тарасевич, Артем Молчанов, Панорама.